Всем привет! Привет! Это вечерний Витебск. Друзья, надеюсь, что вы по нам скучали. Мы так скучали очень. В ближайший час с вами я, Наталья Парфенова и Александр Камович. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну и перед тем, как Наталья познакомит вас с нашими гостями, я хочу напомнить, что нас можно найти и в социальных сетях. Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте. Заходите в наши группы, подписывайтесь, ставьте лайки, там много чего интересного. Ну а пока поговорим о том, что интересного мы для вас приготовили сегодня. Заряжайтесь позитивными эмоциями, готовьте чай, кофе, ну в общем, кому что нравится, садитесь поудобнее, делайте звук телевизора громче, потому что мы начинаем. Партнер хорошего отдыха. Туристическое агентство Сагата Тур. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска-Двина» приглашает на стильные курсы белорусского языка «Мова на нова». Тема нового занятия – «Бусинские праздники». Гости проекта – минская группа «Хурма». Вход свободный. Начало 18.30. Белорусский театр «Лялька» представляет спектакль для детей «Судовная скрыня с зеленым хорошком». Зрители ожидают трогательная история по мотивам шведских сказок о старом изобретателе, в руке которого однажды попадает ящик из-под горошка с рыжим непоседливым котенком внутри, который поставит с ног на голову размеренную жизнь самого старика и его ворчаливых соседей. Начало спектакля в 10.00 и 12.30. В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо Витебска-Двина» проходит выставка вышивки Татьяны Сиваковой «Калейдоскоп моей жизни». 50 вышитых крестом в различной технике полотен отражают жизнь художницы во всех ее проявлениях. Здесь и путешествия, и дети, природа и музыка, романтика и юмор. А использование писера и канвы с рисунком создает эффект погружения зрителя в сюжет картины. Арт-пространство «Толстого-7» представляет персональную выставку экспериментальной живописи витебской художницы Валентины Ряхович в жанре трэш-культура. В этом году художница отметила свой 70-летний юбилей экспозиции ассоциативных художественных и скульптурных инсталляций, созданных из самых неожиданных материалов – от проволоки до пенопласта. Артисты Витебской областной филармонии приготовили прекрасный подарок ко Дню Матери – концерт вокальной музыки «Под небом Парижа». Концерт пронизан романтическими темами любви и весны в Париже, юридическим настроением и юмором. В программе прозвучат песни Шарля Азнавура, Мирея Матье, Эдит Пиаф и многих других. Начало в 18.30. Цыганский ансамбль песен и танцев народов мира выступит в концертном зале Витебск с шоу-программой «Аллюр». В репертуаре коллектива яркие цыганские танцы и самые известные душевные цыганские песни «Махнатый шмель», «Цыганочка», «Дорогой длинною» и многие другие. Зрители ожидают путешествия в удивительный мир романтики, свободы, страсти и красоты. Начало в 19.00. Партнер хорошего отдыха. Туристическое агентство «Сагата Тур». Дамы и господа, мы вновь рады встрече. Наш вечерний Витебск вместе с вами и в нашем вечернем телекафе, конечно, есть гости. Сегодня это люди творческие. Это, наверное, одни из самых долгожданных гостей нашей программы. Прошу, встречайте красавцы из солнечной Украины. Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Как добрались? Замечательно. Как настроение? Прекрасно. Великолепное. Когда приезжаем в Беларусь, у нас всегда хорошее настроение. А в Витебск так особенно? Да, действительно, это так. Мы очень любим Витебск. И мы в Витебске первый раз появились на втором славянском базаре. И там потом практически на протяжении 8 или 10 лет были каждый раз. Ну вот а с сольным концертом вы второй раз. Да, второй раз, да. Первый раз был очень давно. Несколько, ну, может, лет 10 назад, наверное. Да лет 10, даже не больше даже. А что-то из старого репертуара в новом концерте? Или это исключительно новая программа? Нет, конечно. Все новое. Даже позапрошлом году мы выступали, у вас ни одного номера, чтобы показывали. А, один только будет номер. Ну, его надо показывать. А так все новая программа. Все новая программа. Что-то изменилось в атмосфере? Может быть, зрители как-то стали по-другому реагировать? Вот если сравнивать. Белорусский зритель блестящий, прекрасный, гостеприимный, с прекрасно понимающим чувством юмора и понимающий юмор. Мы каждый год приезжаем. Каждый год 1 марта мы выступаем в Минске. Каждый год 1 марта вы выступаете в Минске? Да, уже лет 8. У вас традиция? Это уже у нас необходимость. Это у нас рефлекс. И зритель блестящий, просто блестящий. Работает легко. Мы не ходим на сцене, а просто летаем. Вот такое ощущение. Если вы каждый год традиционно приезжаете в Минск, то у вас, наверное, каждый год новая программа? Ну, почти. Процентов на 70. 70, да. У нас выхода другого нет. У нас, понимаете, это нашим коллегам-вокалистам хорошо. Да, то есть от них ждут каких-то старых хитов все время. От них ждут старых песен. Они немножечко объявили программу и поехали опять по новой. А у нас мы как саперы. У нас или смешно, или не смешно. И позапрошлогоднюю шутку уже никто слушать не будет. Номера устаревают, их нужно обновлять. А вот на ком вы, ну, грубо говоря, тренируетесь? На ком вы проверяете свой юмор? На кошках. На кошках. Ну, как? У нас есть Евгений Викторович, наш режиссер. Он у нас отвечает за материалы. За то, чтобы было смешно. Нет, за репертуар, да. И он, естественно, читает нам. Он выбирает, что приходит. И мы говорим, да, да. Ну, оно если смешно, смешно, не смешно, не смешно. Потом репетиция. Потом мы это показываем на зрители. Ну, мы едем в какой-то курортный городочек. Небольшой. Да. Вот для зрителей не жалко. Да, не жалко, да. И начинаем потихонечку. Один, там, второй, третий номер вот так. Нет, ну, мы не, скажем так, номера появляются новые, но они, скажем так, вот уже в конву концерта. Мы вплетаем новый номер, да, мы его обкатываем. И вот так вот в процессе эволюции как-то так программа меняется. Ну, вы артисты. Каждый актер однозначно добавляет к роли что-то свое. От собственного характера, от настроения и так далее. Вам приходится импровизировать? Все время. Конечно. У нас потому и номера, в общем-то, так долго задерживаются в программе. Потому что... Через себя пропускается. Ну, во-первых, через себя. Это обязательно. Потому что автор пишет литературу, да, он пишет какой-то... Он себе придумал персонажа, и он на него пишет текст, да. Мы персонажа надеваем на себя. И бывает такое, что... Оживляем. Просто ты заменяешь какие-то вещи, ты понимаешь, что этот персонаж, допустим, там, какой-то... Какая-то фраза не идет, не говорится. В рабочей ремонтной бригаде не может быть, не может сказать, извините, милостивый государь. Вот, то есть... От нють. От нють отвечает ему проработка. Поэтому, естественно, конечно, номера какие-то изменения претерпевают. Но, тем не менее, канва остается, и вот номера живут. И даже во время концерта, даже вот мы сейчас на гастролях, мы, ну, наверное, сегодня будет шестой концерт. На каждом концерте что-то такое происходит, что-то персонажи говорят сами, да. И мы всегда интересны зрителям следить, потому что видно, что неожиданно для персонажа говорится фраза. Потому что, если говорить одно и то же и одинаково, номера умирают, а не закостеневать. И, наверное, становится актером скучно. Ну, конечно. Бывает такое, что вот один и тот же номер на протяжении, ну, пусть там месяц... У нас не бывает. У нас были номера, которые жили по 10-12 лет, и мы их не могли выбросить. Ну, например, о кроликах я говорить не буду. Ни слова. Сегодня ни слова о кроликах. В этом году 25 лет ему исполнилось, как он появился на экранах телевизоров. А такие номера, как, например, трактор. Мы его показали. Он у нас лежал, правда, два года. Мы его не делали. А потом все-таки шеф говорит, ну, надо сделать. Мы в нем не видели ничего смешного. Ну, мы его делали, короче, сделали. И когда первый был показ, я его никогда не забуду, я понимаю в середине номера, что это сумасшедший классный номер. Вот. И я понимаю, какие мы идиоты, что этот номер 2 или 3 года у нас лежал, и мы к нему не прикасались. И вот уже сколько, 15 лет, каждый раз приезжая в тот же Минск, и здесь нас просят, покажите трактор. И не только трактор. Галина Карповна, Порошок. Реклама Порошка. Реклама Порошка. Тоже самый большой долгожитель, он жил у нас 12 лет. 12 лет. Мы не могли его убрать. Мы не могли. Каждый концерт Галина, и сейчас. А Галина Кролики, трактор Галина Карповна. Ну, это визитная карточка уже. Ну, я не знаю. Слава богу, что... Максим больше нет. На самом деле, грех жаловаться, потому что очень многие артисты, актеры, актеры, там, ну, во всех возможных жанрах, в общем, ваши братья, столько лет, бывает, работают, и вроде бы имя на слуху, ну, допустим, там, певец, да, напои какую-то песню, и ты понимаешь, что ты не можешь вспомнить никакую песню. Ну, вроде бы раскрученный, вроде бы ты его слышишь, вроде бы и лицо примелькалось. В вашем случае. Кролики скажешь. Только говоришь, кролики, все, а, да, да, да. А мы не жалуемся, мы как в том анекдоте грузинского. Я не жалуюсь, я хвастаюсь. Все понятно. Не, ну, это счастье иметь, конечно, такой номер, такой хит. Кролики сколько лет, уже 25 лет. Даже люди, которые, наверное, не видели этот номер, там, ну... Ну, детки. Только родились. И те говорят, когда вот кролики, они, кролики, это не только ценными, где-то оно там, где-то они это слышали. Вот у нас яркий представитель поколения. Да, именно, вот, 25 лет мне, и я, конечно же, этот номер знаю, по нему я сразу вас узнал, когда мне сказали кролики, сразу ассоциация Аббас. А вот вы, кстати, перед началом нам рассказали такую интересную историю, как появился этот номер. Может быть, в двух словах все-таки расскажете? Конечно. Ну, у нас... Дело было так. Дело было так, да. Да, это был 89-й год. Нам был Владимир Перцов, кстати, белорусский автор, организатор, который организовал Кристофор театр, популярный, насколько я знаю, в Беларуси. И вот Володя нам привез номер, заготовка, не номер, просто рыба, как мы говорим. Там на поллисточка было написано. Вот приходит корреспондент к председателю колкоза. Мы посмотрели, говорим, да, это очень смешно может быть, давай пиши. Ну, короче, он там писал, шеф наш, режиссер очень много туда добавил. И, короче, мы сделали этот номер. Сделали номер, потом, ну, показали его. И когда уже номер стал знаменитым, когда его показали по телевизору... Прошло, наверное, несколько лет. Стали лауреатами. Стали лауреатами на последнем всесоюзном конкурсе артистов разговорного жанра. Да. С ним попали в аншлаг-аншлаг. То есть тогда это невероятно. Это все. И вот, уже работая в Украине, уже этот номер многие слышали, знают, знали и любили. И вдруг музыканты к нам подходят, говорят, ребята, так это вы из пленки взяли? Мы говорим, какая пленка? Ну, как? Ну, есть же пленка, кролики, это не только ценный мир. Мы говорим, мы не слышали ее, действительно, мы ее не слышали. И нам принесли, ребята, пленку, где настоящий председатель колхоза дает кролика, вот. Дает интервью корреспонденту, что кролики, это не только ценный мир. Но он так, бедный, боится этого микрофона, что все время путается. И из-за волнения у него несвязанная речь, и он несет, что попало. И мы, конечно, жутко смешная, пленка смешная, так не сыграешь, потому что это очень нереально. Вот, но, во всяком случае, мы попали. Но до этого, в 89-м году, именно по этой пленке сделали в фитиле Панкратов Черный и Брундуков. Брундуков играл просто кроликовод, он не играл председателя колхоза, а Панкратов Черный, корреспондент, он у него брал. Вот, и вот мы как-то вместе выстрелили. Но наши кролики оказались более вспоминающимися. Конечно, да. Но вы уже более 35 лет вместе работаете, выступаете, да? Правильно? С 8-ми, да. Ну, это солидный срок, не все супружеские пары дотягивают до этого возраста. Это вы на что доверите? В чем секрет? Нет, ну, у нас, мы дружили, мы начали с 78-го года дружить, а дуэт в 87-м году у нас состоялся. Так мы работали по одиночке. Первый концерт с Володей, начали первый день зарабатывать. Это мы работали в студенческом бригаде стран-циркового училища, и наша была первая поездка. Мы выступали вместе. Мы вместе учились? Вместе учились, естественно. То есть мы со студенчеством вместе? Конечно, да. И с 87-го года идет отсчет уже нашего дуэта театра. А мечтали, конечно, мы давно. У нас вот весь, сейчас, весь творческий состав, весь большой творческий состав маленького юмористического театра, как мы должны быть. Ну вот бывает ли, что вам приносят, допустим, новую работу, новый номер, вы начинаете какую-то репетицию, и вот один говорит, вот так надо, второй говорит, нет, я не согласен, надо вот так. Какие-то такие конфликтные моменты. У нас очень, нет, это не конфликтная ситуация, это нормальная рабочая ситуация, так, конечно, бывает. Но у нас, во-первых, есть режиссер, да, мы сразу, вот как только организовывались, мы договорились, что у нас не двое, нас трое. А вот каждый, естественно, имеет свою точку зрения, каждый имеет право голоса, но... Окончательное решение. Да, но, вы знаете, в режиссуре, как везде, я начальник и дурак. Вот, если... А вот, значит... Режиссер главный. Да, режиссер главный. Если есть принципиальное какое-то, вот принципиальное, да, мы просто делаем два варианта и проверяем на зрителя. То есть в любом случае окончательный вердикт вносит зритель, да, и все акценты в номере расставляет, и все акценты в программе расставляет зритель. Поэтому это не конфликтная ситуация абсолютно. Это нормально рабочая, мы делаем такой вариант, делаем такой, проверяем этот, проверяем этот, и все, и лучше оставляем. Вы упомянули о том, что вы участвовали в «Аншлаге», вы попали в «Аншлаг». Кроме «Аншлага», в каких телевизионных проектах и, может быть, какие-то премии, награды еще? Кривые зеркала, «Аншлаг-Аншлаг», «Смеяться разрешается», «Юрмала», «Измайловский парк». Во всех самых популярных программах юмористических мы выступали и выступали. И сегодня. Сейчас «Юрмалу» перенесли из «Юрмалы» в Сочи. И вот мы прилетели из Сочи. Как раз из Сочи из этого фестиваля. То есть получается только с фестиваля. Да, с фестиваля, да. А награды, ну, награды, ну, самая главная награда, ну, мы лауреаты многих конкурсов, начиная с 88-го года, но самая главная награда, мы считаем, в 91-м году, это мы первые обладатели Кубка Райкина. У меня ни одного конкурса не проиграют. В Риге, в Риге был, да, он проходил лет, наверное, 8, да. И вот в первом фестиваль «Мори смеха», гран-при Кубок Аркадия Райкина. А что вы делали? Мы делали индийское кино и свадьба, номер свадьбы. Там сидел и Константин Райкин, и Ляховицкий, и Максимов, которые работали с Райкиным. Максимов был родной брат. Брат, да. И они нам все выбросили семерки. Все. Максимальная оценка, да. И мы получили кубок Райкина от Константина Аркадьевича Райкина и от Максима Райкина. Ну, вот существует такое мнение расхожее, что смех продлевает жизнь. Как вы относитесь? Абсолютно согласен. Конечно. Абсолютно. Поэтому вы до сих пор такие молодые и красивые. Ну да. Спасибо, да. Молодые и красивые. Если бы не было чувства юмора, мы бы уже, наверное, поубивали друг друга. А вот эти подколчики друг друга. То есть у нас нету дня, чтобы мы не подкалывали. Нет такого, чтобы не было юмора в отношениях. Потому что если ты все время серьезный, то этого человека просто через секунду возненавидеть и убить. А мы же все время вместе. Мы абсолютно согласны со словами великого Григория Горина, который он вложил в барону Мюнхгаузен, что самые большие глупости на земле делаются с умным выражением на лице. Поэтому улыбайтесь, господа. Это абсолютная правда. И женщинам хочу сказать, что морщин от смеха не бывает. Это правда. Если не бывает, то они красивые. Или смешные. Да не бывает. Их просто не бывает. Женщина, когда смеется, она становится моложе и красивее. Душа открывается, глаза загорается. Продолжаем улыбаться. Продолжаем улыбаться. Хорошо. Как артисты юмористического жанра, как вы проводите свободное время? Что для вас, ну, что предпочтете? Дома полежать на диване с книжкой или отправиться на какой-то, может быть, концерт, на балет, на спектакль, в кино? По-разному. Абсолютно по-разному. И на спектакль, и на концерт, и на балет, и полежать. Вот сейчас, чувствую, приедем мы с гастролей, и надо будет денек полежать. А потом? Ну, потому что два, два, десять программ, да, каждый день с переездами достаточно утомительно. Вот. Но зритель шикар. Зритель потрясающий. Да, хотим вот объясниться в любви в очередной раз белорусскому зрителю, потому что... Просто счастлива. Ну, вот, знаете, колоссальное, мы получаем колоссальное удовольствие от того, что мы делаем, потому что, вот, нам же хорошо видно, мы очень любим залы, ну, такие не очень большие, компактные, когда зрители рядом. Хотя в Витебске вот зал совершенно потрясающий, он один из самых любимых. Он хоть и большой, но зритель рядом. Он так собирает и работает, так тоже. Мы работали достаточно длительное время, мы работали часно, в ночь смеха, как-то несколько лет назад. Тогда только Галкин начинал еще. Вот, да и, в общем-то, и в позапрошлом году, мы работали тоже минут 45, по-моему. Там было 4 коллектива. Это большой, большой для разговорников, в общем, на большом зале достаточно много времени. Вот, и, конечно, прием совершенно потрясающий, и люди... Знаете, у Жанецкого есть фраза, что зритель хороший, но нужно делать паузы побольше. Чтобы успел посмеяться? Чтобы успел догнать. А, сообразить. Вот здесь не нужно делать паузы, здесь все ловится в лед, ну, просто вот удовольствие работать. Что для вас легче, или что сложнее, или что... Ну, я не знаю, как это правильно объяснить. Когда работаешь ты, видишь лица людей, или, ну, не секрет, что вы снимаете что-то на видео, какие-то программы, когда нет реальных зрителей. Как легче работать? Конечно, на зрителя. Конечно, нужна живая реакция. Да, а кино у нас, мы делали программу с Владимиром, прости, сипой, она у нас... Мы ушли, она у нас около 10 лет шла, эта программа, и она до сих пор... Мы 8 лет ее снимали, она 10 лет по логии. Она доела нам просто, мы взяли и ушли. Вот, а если бы снимали, до сих пор бы мы Бью снимали, если было желание. Она очень была популярна, это была музыкально-развлекательная программа, и мы работали без зрителя в студии, и съемка была. Я скажу, так было как-то ущербно для нас, так было плохо, нет реакции. Ну, мы-то понимали, текст, который нам дается, он смешной. Там подпишут смех, там еще что-то, то есть ее вытянуть. Где-то музыку нам нужно. Да, если ты текст забыл, стоп-кадр, пересняли, поворот головы так, поворот головы так, как ты хочешь. То есть тут свои нюансы есть. Но для нас это зал. Мы все-таки артисты сцены, и получаем огромное удовольствие. И заряжаемся залом, зал заряжаем смехом, а зал нас заряжает своей энергией, когда смеется хорошо. Плюс еще здесь же ситуация, тут уже не переснимешь. Да, тут стоп, не скажешь, или прошло, или не прошло. И вот это вот электричество, когда на грани, когда ты понимаешь, нет у тебя права на ошибку, нет, не получается. Вот это же здорово. Вам приходилось сниматься в кино? Ну, почти да. Почти да. Я вам скажу, у нас снимали израильтяне скет-шоу. И даже по России шел этот сериалчик. Ну, на СТС, на ДТВ. На ДТВ, да. И у нас, естественно, в Украине снимали именно киношный вариант. Это было огромное счастье сниматься. Хорошая была работа. Хорошая была работа. Тяжело? Тяжело. По 18 часов снимались. Тяжело. Ночью ходили, в общем-то, мы не успевали, но работа... Ну, значит, за работу не стыдно, потому что действительно получилось хорошее, очень умное скет-шоу. Называется, я не знаю, называется... Смешнее, чем кролики. Да. Да, да. А вот. Но вот это вот действительно была работа, потому что сцена это одно, а работа в кино это совершенно другая работа. Кроме вас еще были актеры? Много? Четыре человека, еще четверо. Кроме вас еще четверо. Две девочки и два актера. Ну, у вас были главные роли? Нет, нет, абсолютно. Там не было главных, не было каких-то вот... То есть, там, режиссер говорил, в этой миниатюре участвует этот, 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 и этот, и этот, и этот, и этот. Понял, понял. А вас всегда в пару ставили? Нет. Тоже не всегда? Да, не всегда. И это хорошо. Да? Очень хорошо. Когда ты общаешься с другими артистами. Просто, мне кажется, когда ты сыгран с каким-то актером, ты его чувствуешь от тебя. А кто-то новый как-то вот... Я вам скажу, что с хорошим актером... Это удовольствие, да. А ребята были там театральные. Профессионалы. Да, профессионалы. И не имеет значения, сыгран ты или нет. Тебя просто понимают или нет на площадке, тебя слышат или нет. Да, вот мы совершенно колоссальное удовольствие. Мы когда-то, пару лет назад, в новогоднем мюзикле, очень маленький эпизод, работали с Юрием Стояновым. А мы дружили с Олейниковым, мы дружили со Стояновым. До сих пор хорошая отношения. Вот. И, знаете, вот, ну, казалось бы, Стоянов, да, ну, взрослый, там, старше значительно. Шикарный актер. Актер совершенно потрясающий. И вот мы работали свой фрагмент, он, мы с ним отработали уже, да, и потом подснимали наши крупные планы, как будто мы с ним разговариваем. Вот. Так вот, что значит настоящий хороший актер, да? Он мог совершенно спокойно уйти в гримировочную, потому что ему там нужно было отдыхать, да, и поставить кого-то. И мы бы кому-то говорили, якобы Стоянову. Стоянов не ушел. Он еще полтора часа. Стоял, да. Отработал, отработал с нами крупные планы, стоя вообще за кадром. Но он реагировал. Помогал. Понимаете? То есть поставили бы какого-нибудь мальчика помочь. Он стоял бы. Он стоял бы. Да, стоял бы. И мы бы пытались там что-то ему... А он стоял и реагировал. И он играл точно так же, то есть проигрывал сцену вместе с нами. Ну вот, вот. А вот Кривое зеркало, например. Там не было, что вот если мы дуэт, значит мы должны только дуэтить. Нет, там был винегрет. Удовольствия столько было с теми же русскими бабками. Просто прекрасно. Великолепные артисты. Христенко, какой прекрасный артист. Пономаренко, какие классные. То есть профи, как было приятно работать со всеми. И все рвали. Если дуэт не... Ну дуэт был у нас Пономари, мы, Бандурин, Вашуков и Разумовский и Морозов. Братья по разуму. Все хотели друг от друга оторваться. Да. И выступать с кем-то, работать с кем-то другим. Знаете, это было счастье. Вот 2002, 2006, 2007 год. А не было такого, что кто-то тянет одеяло на себя? Если было... Не-не-не-не. Если кто-то тянул, там за словом в кармане лезли. Да-да-да, там очень быстро. Куда ты, что ты делаешь? Вот так надо, вот так, вот так. Вот так пресекалось. Во-вторых, так как это практически... Ну все, все-все выпуски Кривого зеркала снимались без режиссера. Без. То есть режиссеров не было. Мы сами себе делали. Вот в этом было совершенно огромное удовольствие, потому что все друг другу делали номер, казалось бы. Помогали. Это тот редкий случай, когда друг другу помогали. Казалось бы, конкуренты, да? То есть завтра мы разъедемся. Это же мы собирались три раза в год. В общем-то и выпускали, и делали там три-четыре спектакля. За две недели три-четыре спектакля. За две недели. Да. Мы с текстом просыпались, с текстом засыпали. Вот там в девять на репетиции в девять уже переодетый в кроссовках, в спортивном костюме, по погону оставил. Да, там народный, сколько Петросян, мы народные, и Слава Войнаровский народный. Никого не интересовало, да? Ты подошел к двери, где репетиция, снял погоны, и ты равный со всеми. Там, например, тот же Косилов Али Христенко, могу сказать. Евгений Ваганович, замолчите! Вот так вот. Вот сейчас не лезьте. Не лезьте, дайте. Вот процесс идет. И было очень здорово, атмосфера была замечательная. И молчал Ваганович. Конечно, да, молчал. И прислушивался, и делал, как говорили, да, да, да. Не, как раз, не, было легко работать. Работалось очень здорово и хорошо. Ну, а я предлагаю на минутку прерваться от нашего разговора и посмотреть самую позитивную рубрику нашей программы «Попади в телек». Узнаем, с кем же сегодня пообщался Саша Коринман. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Друзья, вот если бы я сейчас стоял в строю, примерно вот так бы я смотрелся. Ладно, человек, как вас зовут? Руслан. Руслан. Давайте пожму вашу военскую руку. Вы служите? Учусь. На солдата? Я просто не разбираюсь в этом. Да. Где, где? В Минске. В Уручи? В Центр повышения квалификации. Скажите, почему вы в форме? Объясните мне, я не разбираюсь про основы. Ну, в СИЗО контролера буду. А, понятно. Ну, работа серьезная. Я смотрю, у вас такой взгляд, как будто вы меня в чем-то подозреваете. Нет, я не подозреваю. Ты спрашивай, но никуда не убегай. Вот такой вот. У вас сегодня замечательная возможность попасть не в СИЗО, а попасть в телевизор, передать привет и поздравить друзей. Хорош, хорош. Дугалочек, давайте пять. Хотелось бы передать привет маме, брату, всем друзьям по службе. Знаете, я поначалу даже испугался подходить к человеку, у которого в руках барсетка. Я подумал, все, пришли крушить ларек, но нет, нет. Как вас зовут? Меня Алексей зовут. Алексей, очень приятно. Александр, давайте пожму вам руку. Алексей, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Работаете, учитесь? Я много чем занимаюсь. Деньги платят, тем и занимаюсь. Ну, деньги платят много где-то, но как бы есть какая-то... И строительство, и продажи, все на свете. То есть вы что-то строите, а потом это продаете? Нет, я могу строить в определенные моменты жизни, в определенные, в другие моменты жизни могу продавать. Которуюсь продавцом, администратором. Вы из Витебска? Рядом. Рядом? Рядом с чем? Витебска, мы живем. Ну, видите, наши люди никогда не пропадут, потому что они умеют и строить, и продавать, и работать администратором, и на гармошке. Имеете на гармошке? Да, да, я много лет пел, выступал, пародировал, так что это без проблем. Серьезно пародист? Конечно. Какую мишень выбираем? Мишень, а сюда как? Из лука, да. Ворота, да? Расстояние? Расстояние любое. Можно вот отсюда, отсюда. Всего лишь в прямом смысле попадите вот в этот телек, вот в эти ворота. Хорош, 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 хорош. Мое одно из старых стихотворений. Любовь, познание, навеянное чувством красоты, душевного отчаяния, на жизненном пути длинною век, в своих мечтах испытывал влюбленный человек. И те рассветы, что вдвоем встречались с девушкой когда-то, те поцелуи на закатах, воспоминания о тебе остались жить в моей душе. И вот, я стар, и вспоминая эти дни и те прекрасные моменты, воскликнуть хочется, люби, пока ты молод и красив, ведь жизнь твоя короткий эксклюзив. Это круто. Да. Ну, цель породы, да? Сердючка, ну, я не знаю, это как это, я не одет, подержите, пожалуйста, барсетку, в принципе. Ну, там она такая выходит, здравствуйте, ваша шоперка приехала, ну что, начнем Голливуд? И пошла музыка туда-сюда, и там, хоп-хоп-хоп, и там, в деле любви, я, кто я первый проводник? О, не надо мне никакого чина, главное, что, чтоб в жизни возник настоящий мужчина. Знаю, сегодня в мазон мой войдешь, тихо стали, ускрипнишь дверкой. И меня при всех назовешь своей маленькой вверх. И все вместе, я рождена для любви, в душе гоня в руках мимоза. Ну, где ж ты, мой юный пион, ждет тебя твоя майская роза. Тихо колеса по рельсам стучат тук-тук, навевай мне грудь без причины, жизнь без мужчины, без сахара чай. Ну, где ж ты, бродишь, мой мужчина, знаю, сегодня в вагон мой войдешь, тихо стали, ускрипнишь дверкой. И меня при всех назовешь своей маленькой вверхой. Это очень весело было, спасибо вам большое. Два здоровых пацана пришли и говорят, Кевин Ман, давай-ка в теле к нам, давай-ка быстрее, давай, нарисуй нам тут красиво. В общем, как зовут? Дима и? Никита. Никита, Дима, Никита. Чем занимаетесь? Учатесь, да? Ну, я уже нет, работаю. Все, забросил, ушел. Учился уже. Кого? На станочнике. На станочнике? А ты? В колледже только промышленности, второй курс. Станочник будущий нет? Да. Вот, если вы не знали, как выглядят витебские станочники, вот, вот, пожалуйста. Но станочники это кто? Это вообще, это люди, которые работают за станками или те, которые изготавливают станки? Ну, вообще, есть разные, как бы, станки. Станки-то, да, люди. Нет, люди. Вообще, станочник, как бы, есть по металлу и по дереву, как-то. Ну, вы специализируетесь на чем? На изготовлении станков или на обработке дерева? Да, на обработке дерева. А вы? Том самым. Что можно сделать из дерева? Можно сделать из дерева женщину? Наверное. Ну, не можно. Вы делали? Нет. Это, наверное, больше как столя, так сказать, ручная работа. Ручная работа? Как только не сделаешь, знаешь. Хорошо. Ну, вот что может такое, прям современное? Ну, понятно, можно сделать мебель, да? Можно сделать... Что еще? Кровать, ну, это мебель, что ли? Дверь там все. Здравствуйте. Может, вы тоже присоединитесь, нет? Дверь можно сделать из дерева. Можно сделать мою эту башку из дерева, да? Да, и манекены. Манекены, да. Ну, вы вот, что ваше любимое? Какая ваша любимая заготовочка? У меня? Ну, вообще, для забора, да, что мы делали, как бы, ну, вообще, такое, нет, как бы, дверь не делали. То есть, делайте заборы. Вы делали забор когда-нибудь? Делали, конечно. Да. Спасибо. Так, еще разок. Еее, ты попал. Теперь давай ты, давай. Получится. От штанги маяться. В темно-синем лесу, где трепещут осины, из дубов колдунов опадает листва. Невозможно попасть в этот телик красивый и, конечно, всем сказать главные слова. Всем, всем, всем пока. Всем, всем, всем пока. Обувной холдинг Марка представляет. Попади в телик. Перед началом эфира вы заикнулись про то, что у вас есть ребенок. А, нет. Ну, я не заикался, заикался, поэтому у меня их целых два. Ого. Планируют дети пойти по вашим стопам? Ну, понимаете, нашим старшим уже по 23 года. Ну, всего-то. Всего-то. Ну, кому как. Да. Вот, они уже определились. Вот. И, ну, нельзя сказать, что по нашим совсем стопам, но около. Моя старшая девочка закончила режиссуру кино и телевидения. Вот. И вот буквально 21 сентября у нее был показ ее дипломного фильма. Да? Карапкина фрагки, да. Вы видели этот фильм? Нет, я еще не видел, она мне еще не присылала. Просто она закончила сначала в Киеве, а потом вот последний год училась в Лос-Анджелесе. Это документальное кино или... Нет, это игровое кино. Да. Игровое кино. Но я еще не видел. То есть уже показ прошел, уже она все пряники получила, а я еще не видел. А я был здесь, на гастроле. Гордость. Есть гордость? Гордость есть, конечно. Есть. Потому что... Потому что мы здесь... Но мне почему-то кажется, что моя. Ну, конечно же, приятно. Конечно, моя. Видели? Моя. Конечно, приятно. Конечно, и, знаете, получаю удовольствие. Ну, последний год я ее толком не видел, потому что она в Америке. И ситуация такая, вот мы садимся с ней, она говорит, а я вот в этом сценарии собираюсь вот так, вот так, вот так, вот так. И мы с ней говорим на одном языке. Да, мы с ней, мы с ней... Я говорю, а вот так. Она говорит, нет, а вот так. И вот, да, мне приятно. Она прислушивается к вашему совету? Она прислушивается. Но мне очень нравится, что она очень часто имеет свое мнение. И скорее я соглашаюсь. Если говорить о молодом поколении, не секрет, что сегодня на телевидении существует масса молодежных юмористических программ. Как вы относитесь к ним? Есть ли какое-то, ну, может быть, ощущение конкуренции? Или наоборот, ай, эти молодые... Вы знаете, если это хорошо, это хорошо. Или это смешно. И смешно, да. А если это ужасно, то это ужасно, и никуда не денешься. Поэтому в каждом конкретном случае это отношение чисто конкретно, да? Больше то, что показывают у нас в Украине, я сейчас Россию не беру, Белоруссию не знаю просто. Вот. Просто грустно. Правда? Очень грустно и обидно. Вот все, что могу сказать. И талантливые, кажется, люди. Талантливые. И стараются на 4 зарплаты работать. Не надо на 4. Надо столько, сколько надо, должен ты получать. Ничего, ну, у человека есть сила, энергия и желание. Вот. Видно, что нет, допустим, глаза рядом. Видно, что нет и режиссера, и хорошего автора, и людей, которые бы подсказали, как, что делать. И ты уловишь себя на том, что ты не получаешь удовольствия. И нету там зависти даже какой-то. А ты просто сидишь и переживаешь за него. Переживаешь или за тех артистов, которые в кадре. Видите, боже, и когда заканчивается передача, ты думаешь, да зачем оно мне надо переживать. Они показывают смешное. А я грустный сижу, думаю, ну, елки-пады, ну, что же вы делаете, дорогие мои. Они элементарно даже не слышат друг друга. Вот то, что вы сказали, каждый тянет на себя рубашку. А надо просто услышать, просто ответить, просто посмотреть, если это надо. И сделать это органично. Казалось, простые вещи, да? Но не все это умеют делать. Они думают, если юмор, вывы, обязательно хлопотать лицом, то надо обязательно кричать, надо обязательно показать дулю. А отчего идёт вот эти маты со сцены? Потому что юмор – это непростое дело. Сказал твою мать, и все – а-а-а. А потом уже твою мать, и уже и не смешно. Уже и грустно начинается. Грусть начинается. Ну, это, конечно, дело, я прости, пожалуйста. А здесь надо, здесь надо, юмор – это очень тонко, это очень умная, это очень тяжёлая работа. Потому что, смотрите, певцов много, а юмористов, хороших юмористов, по пальчикам считаем. Почему этот долговечный жанр? Жванецкому – 80, Петросяну – 75, Хазанову – вот уже скоро 70, уже скоро Винокуру – 70, Кларе Борисовне Новиковой – скоро 70, Шифрину уже скоро будет за 60, и так далее, и так далее. А они держатся на плаву, потому что это очень сложный жанр, востребованный, и не каждый этот жанр потянет. Это очень тяжело. По малолетке – а-а-а, по смешке – хихиха-ха. И всё, вы посмотрите комедий-клаб, как они дали, как они пошли. Мат-матом, понятно, ниже пояса – это всё хорошо. И как-то уже начал. А какие вот в вашем творчестве запрещенные темы, ну не запрещенные, а скажем так, на которые вы не делаете номера? Я хочу ещё буквально, конечно, это касается далеко не всего, что новое появляется. Очень часто вот такое отношение, но есть и совершенно замечательные, потрясающие номера. И комедий-клаб есть, шикарные, талантливые ребята. И номера, конечно. Комедий-клаб есть, безусловно, и есть совершенно высочайшего уровня номера. Я вот, допустим, вот, если взять, что касается меня, вот номер, где… Вы про свой сейчас комедий-клаб? Нет-нет-нет, о комедий-клаб. Харламов, Скороход и Мартиросян, где они… Харламов – американец, Мартиросян – индус, а Скороход – англичанин, где они все втроём говорят на английском языке, друг друга не понимают. Потому что высочайший, потом дозванивается русский и говорит, «О, ё-моё, я дозвонился!» Они говорят, «I am teacher of the English language in the university!» Ну, высокий, высокий, потрясающий юмор, очень хороший. А по поводу тем, мы считаем, что не существует тем, на которые… Для юмора запрещенных. Запрещенных. Не существует. Существует приспособление и существуют запреты на то, как это делать. Мы никогда не будем смяться над пороками человеческими. Да, ну, над физическими. Ну, потому что это, наверное, неправильно. Хотя, если в номере должен быть человек, который подхрамывает, и если это оправдано, то он будет подхрамываться. Если мы не смеёмся над пороком, а это вот такой персонаж, то есть тут очень тонкая грань. У нас был номер, который назывался «Весёлые похороны». Вот мы выходили и говорили, вот, мы вас приглашаем на «Весёлые похороны». И люди, конечно, сразу так… Напрягались. Да, вот. А вот в процессе номера, когда в финале в это время покойник открывает глаза и в зловещей тишине раздается голос «Люба Рассолу», вот, и в общем-то всё становится на свои места. Понимаете? Так что тема, тема может быть любой абсолютно. Главное, как и как к ней подойти, как её реализовать. Ну, раз уж мы в телекафе, то невозможно не затронуть тему меню. Скажите, существует ли у вас какой-то табу на определённые блюда? Или какая кухня вам, может быть, нравится? Нам нравится всё вкусное. От хлеба с маслом или сало хлеба лук до профитроля… Не, ну-ка, я чуть-чуть придерживался, мне надо было. Я был больших размеров. Не в коня корм. Я, Володя, знаю… А вам завидуют, наверное, в двух странах. Я знаю, Володя, с 78-го года в одном росте и в одном весе. Очень удобно можно, подолгу не менять гардеробку. Мне же было время, когда я немножечко так дал по весу, потом сказал всё. Я снял 23 килограмма. А что вы делали? Просто очень сильно этого захотел. Ну, у нас спорт-концерты, полтора-два килограмма с концерта уходят. Когда я спрашивал, что она сделала, я ему в рот зашёл. Да. Я отказался от картофеля, отказался от сладких каких-то вещей. На ночь не стал есть. Утро и до трёх часов всё. И от жирного свинины отказался. И всё потихонечку. Только я не делал, себе не ставил цель, что надо похудеть за 10-15 дней на 15 килограммов. Всё надо было делать постепенно. И организм, чтобы к этому привык. И я похудел, и всё стало нормально, мне приятно. Ну, держусь. Держусь. Иногда так бывает, набирает. Но мне 5 килограммов я могу спокойно снять за 5-6 дней, за неделю. Спокойно. А что касается меню, мы предпочитаем, если, допустим, здесь в Беларуси, мы едим в Беларусскую. Вкусно. Вкусно. Но, потому что в любой стране нужно есть кухню вот этой страны. Да? Потому что, ну, когда-то нам... Точно в каждой. А есть ли, например, где-то там, я не знаю, что-то такое супер-пупер экзотическое? Какие-то личинки там? Ну, и личинки. И всё равно. Ну, подожди, мы ещё до личинок не доезжали. Ну, я бы попробовал, честно. Я не знаю, но ещё там нет. Я считаю, что пиццу-пасту нужно есть в Италии, да, в Беларуси нужно есть в Бердраники, я не знаю... Фаршированные курочки и так далее. Курочки, банки, мясные. Да-да-да-да-да-да-да. Совершенно, эту похлёбку грибную с гречкой вью, думал я вообще... Фаршированный курс. А вы любите готовить? Сами? Или не очень? Или лучше что-то кто-нибудь? Нет, любим. Нет, иногда готовим. Ну, у меня жена так готовит, что я просто, ну, я понимаю, что я в детский садик по сравнению с ней. Но иногда, это редко бывает, я что-то готовлю. Особенно, когда на даче, да. У меня, получается, у меня сын младший, он в последнее время читал такую историю, я когда дома, он находит в интернете какие-то рецепты. Эй, пап, давай вот это приготовим? Ну, и мы маму отправляем куда-нибудь, чтобы не мешало. А я думала, бережёте мамины нервы. Да, в магазин отправляем. Куда-то её погулять, да, потому что она сразу смотрит, где у нас что сыпется. У нас, конечно, сыпется всё, но тем не менее. Но он какие-то такие кулинарные всевозможные придумал. Вот он, например, нашёл рецепт, называется Твикерс. Это Сникерс и Твикс в одном батончике. Так мы с ним... Я не пробовал, я не знаю. Мы с ним испекли песочное печенье. Это я испел песочное печенье, то есть это в бред, да. Вот мы сделали нугу, мы сделали карамель сарахисом, мы всё это сделали, и, в общем-то, получилось очень даже синтетично. А мама что сказала? Мама... Не дожил до мамы что-то. Когда мы убрали всё за собой. Тогда сказала, да. Тогда она к нам вышла. Но попробовала, вкусно. Нет, действительно получилось вкусно. Интересно. Круто, вкусно. Вкусно, это говорит о том, что он не принёс мне на репетицию. А, да, ушло тут уже моментально. То есть если бы принёс... Тогда я бы задумался. Точно сам делал. Да, да, да. Не, не, ну такого вопроса просто не существует в природе. Если возвращаться к вашему творчеству, ну это же тоже кухня, да? Конечно. Каждый день мы репетируем с 12 до 6 часов. Каждый день. Сколько в общей сложности номеров на сегодняшний день в вашей копилке? Больше двухсот. Это если говорить и о тех, которые вы уже не используете, отработанный материал. А бывает такое, что вы возвращаетесь? Там вот проходит лет 5, 6, 10. Бывает, бывает. И вот, а давай... Вот сейчас буквально такой случай. У нас был в конце 90-х годов, у нас был номер о человеке, который активно занимается вегетарианством. То есть вот такой... Да? А сейчас это так модно? Нет. Это, во-первых, модно. Во-вторых, как говорит статистика, очень много пенсионеров и бюджетников становятся вегетарианцами сейчас. Особенно в Украине. Особенно в Украине, Наташа. У нас так это дороже быть вегетарианцем. Наташа, особенно в Украине сейчас, после событий. И вот мы, и там человек, который, да, он вегетарианством становится не потому, что он хочет, да? Он говорит, что вас побудило. Потому что нет выбора. Сперва мы побудились от голода, а потом стали вегетарианцами. И говорят, а вот Лев Толстой не ел мяса и прожил 80 лет. А если бы ел, он говорит, так глядишь, все 200, так кто же знает. Вот такой вегетарианц. Вот он у нас был. Одно время, да? Сейчас мы его переделали под современные условия, и, скорее всего, к нему обернемся, потому что он становится актуальным. Ну, никогда. Мы делаем, практически все время делаем номера, которые не привязаны к времени. И у нас был случай, когда нам надо было везти на канал «Россия» новые номера. Что-то актуальное. А у нас просто не было. Ну, бывают такие, да. И мы вспомнили старые номера, привезли. Они говорят, боже, какие классные новые номера. А этим номерам уже по 15 лет. Но вы мне рассказали правду. Вы сказали, да, да. Не, зачем, да, да. Ну, и даже политические какие-то номера, которые мы делаем, мы их пытаемся как-то не привязывать к реальному. Сегодняшнему дню. Да, сегодняшнему дню. Вот, например, у нас есть номер такой «Украинский парламент». Мы его сделали в 93-м году. Верховная Рада принимает закон Ньютона. Можете представить этот? До сих пор они это и делают. Понимаете? Поэтому мы показывали в 90-х годах. Прошло какое-то время и показали в 2010-м году, в 2009-м. Как будто сегодня сделали. Ничего не поменялось. Зритель еще больше начал смеяться. Причем мы чуть-чуть, чуть-чуть поменяли, и все, чуть-чуть. Хочется вспомнить фразу «постоянство» – признак мастерства. Да. Скажите, о чем вы мечтали в детстве? Исполнились ли какие-то ваши мечты? Ну, космонавтом я не стал, и пограничником тоже не стал. К счастью. Да. Для ваших поклонников – к счастью. Да, и для нас, наверное, тоже. Мечтали, я не знаю. Детство. Детство у нас было советское, да, детство было… Красивое. В любом случае. Хорош. Да. Детство у нас всегда прекрасное. О чем мечталось? Не знаю. Во всяком случае, ничего бы я, вот когда говорят, если бы там мог поменять, ничего бы не менял. Да, у меня есть, у нас есть, ну, я о себе скажу, да. У меня есть любимая работа, которая занимает 80% моей жизни. У меня есть замечательная семья, которая мне помогает в этой работе, да, которая, благодаря которой, в общем-то, и происходит то, что происходит у меня на работе. Вот, у меня есть чудесные дети, которым я горжусь, и, в общем-то, желать-то что-то. Ну, желать просто там хорошей работы, хороших номеров, еще, да, еще какой-то… Успеха, полных залов, да. Успеха, да, потому что, потому что это, ну, это главная часть. А есть ли что-то сегодня, вот что хочется воплотить в жизнь какая-то сегодня? Конечно, хочется еще в фильме сняться. Хочется сделать… В каком-то конкретном или на какую-то конкретную тему? Да нет, в каком-то хорошем. В хорошем фильме, естественно. Или сериал, есть желание сделать хорошую программу, причем есть у нас на это свои номерки. Телевизионную программу. Телевизионную, да. Потом, ну, у меня, например, я очень хотел стать певцом, у меня не получился с меня певец, но я мечтал, чтобы у меня был свой диск. Вот в этом году… Тут я очень доволен этому, что я не получился певец. Да, и в этом году выходит мой, наконец-то, диск, я его пять лет делал, именно мои песни, которые я написал. Вот, и артистом я стал, я хотел быть артистом. А вы будете на концерте что-то… Петь? Да. Нет, наверное. Своего нет. Мы будем достаточно много петь. Но петь мы будем очень много. А для наших зрителей что-то можете исполнить? Нет, номер какой-то? Спеть. Спеть. Пой-пой. Нет, нет, сейчас не могу. Голос еще не проснулся. Вот. Да, голос не проснулся, он у нас просыпается до концерта за час. Вот. И будем… То есть, и вот, слава богу, наверное, что я певцом не стал. Я хотел, но я даже не… Слава богу, он сказал, я стал тем, кем я стал. И, наверное, если бы я был певцом, я бы не достиг того, чего я достиг сейчас. Мне Бог дал хорошего друга, дал хорошего партнера, прекрасная семья. Нас любят в Украине, нас любят в СНГ. О чем еще мечтать? Хочется только еще больше работы, здоровья, молодости, работы. Вот и все. И хочется, чтобы был мир наших стран. Это важно. И чтобы наши страны были богаты. Чтобы люди не задумывались, идти на концерт или не идти. Или зажать себе деньги на кусок колбасы. А чтобы люди жили в свое удовольствие. А когда люди богаты, счастливы, они ходят на концерты, они хотят жить, веселиться. Вот и все. Я помню, когда у нас были хорошие времена, мы давали в Украине в месяц, сейчас услышите цифру, 57 концертов в месяц. Так это сколько? Это в некоторых дней по два, по три? Да. Это когда страна в полном порядке, когда есть у людей деньги, и они хотят зрелищ. Сейчас, конечно, ситуация изменилась не только у нас, а по всему СНГ. И тем не менее, мы хотим, желаем себе и всем странам, вот как себе, чтобы были богаты, счастливы, здоровы, дружны, миролюбивы. Отлично. На этом мы, пожалуй, с вами сегодня и попрощаемся. Лучше давайте скажем до свидания. Спасибо большое, что вы были с нами. Приходите к нам еще, приезжайте к нам с концертами. Счастья вам, здоровья, любви, много денег и много-много новых творческих проектов. Творческих узбеков. Спасибо. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok